Внуки мои сегодня не могут пойти на выборы, они еще не имеют того возраста. Я хочу им показать, чтобы они запомнили, что ты гражданин, и ты обязан выполнять свои обязанности. Поэтому я не буду сидеть, чтобы мои внуки не смотрели, что в день голосования дед просто отсиживается в стороне. Это мое право, гарантированное Конституцией, и я хочу воспользоваться этим правом. Потому что сегодня мы перестали ценить права, и когда они у нас есть, мы их не замечаем. А вот отними у нас право сейчас выбирать главу государства, и мы почувствуем себя ущербными. Мы идем всей семьей, все наши друзья, все мои коллеги, оркестр наш, Амурджас Бэнд, все проголосуем, все отдадим свой голос, потому что нам главное в стране стабильность. Я вижу в последнее время заботу именно о социальной политике, правительство. Я считаю, что молодежь должна голосовать в любом случае, потому что уже нужно с молодости понимать свою ответственность за страну, за себя. На самом деле это мелочь, просто прийти какие-то 10 минут потратить, но это действительно очень важно. То есть это повлияет, ну надо понимать, что это повлияет на наших детей, на развитие всей страны и так далее. Это очень круто. Я вчера прохожу мимо дома, и звоночек, кнопочкой спрашивают у какой-то жительницы нашего дома, там, Ирина Ивановна, вы сможете прийти на выборы или за вами карету отправить? И я слышу, как она громко говорит, я приду сама, это мой долг. Вот так и я. Каждый человек должен, по идее, пойти проголосовать, если этот человек по-настоящему русский человек. Я считаю себя русским человеком, поэтому надо сделать свой выбор и пойти проголосовать за достойного кандидата, так сказать, президента.